МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 часов. Время новостей на телеканале Санкт-Петербург. О событиях этого дня расскажу я, Екатерина Ищенко. Смотрите в этом выпуске. Гул и столб пламени во Всеволожском районе спасатели ликвидируют последствия крупного пожара на газопроводе. Марш на Соборной площади и выставка военной техники. День ракетных войск и артиллерии отметили в Петропавловской крепости. Он расшифровал письмена Майя. В Петербурге проходят памятные мероприятия в честь дня рождения Юрия Кнорзова. Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области. Сообщают о разгерметизации газопровода с последующим возгоранием. Кадры огня и дыма и сообщения о громком гуле, который предшествовал появлению пламени, облетели новостные ленты и соцсети. На месте события работает Олег Чеченков. Он выходит на прямую связь со студией. Олегу удалось ли пожарным справиться с огнем? Мы находимся рядом с местом события. Пожарным, к сожалению, пока не удалось подобраться к месту ЧП. Оно находится в лесополосе между поселками Бернгардовка и Ковалева. Сейчас территория оцеплена. И вот как развивались события. Инцидент на газопроводе произошел примерно в 15.30. Очевидцы сначала услышали сильный гул, а затем в небо поднялся столб пламени и дыма. По данным МЧС, на газопроводе произошла разгерметизация. В результате никто не пострадал. По данным областного правительства, угрозы распространения огня на жилые массивы нет. Языки пламени достигали нескольких десятков метров. Пожар было видно даже в северных районах Петербурга. В половину четвертого выглянули в окно, увидели сильный пожар. До этого был громкий взрыв, что аж картины на стенах дребезжали. Страшное зрелище. Огонь был очень высокий, где-то за деревьями, непонятно, что горит. На месте возгорания газопровода выехал пожарный поезд и техника для тушения на газовом ходу. Газопровод перекрыт. После выгорания остатков газовой смеси, аварийные бригады готовятся приступить к ремонту газопровода. Несмотря на видеоэффект, распространение огня по лесу маловероятно. Территория леса отдалена от возгорания. Олег Чеченков о пожаре на газопроводе в Ленинградской области. И еще один инцидент. На этот раз на Сахалине. Там из-за неправильного хранения и эксплуатации баллонов с бытовым газом произошел взрыв в жилом доме. Обрушились перекрытия одного из подъездов. Продолжается разбор завалов. Под ними еще могут оставаться несколько пострадавших. К этому часу известно о девяти погибших, в числе которых четверо детей. В связи с трагедией свои соболезнования. Главе Сахалинской области направил губернатор Петербурга Александр Беглов. Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости сегодня посвятили Дню ракетных войск и артиллерии. С праздником военных поздравил губернатор Александр Беглов, отметив, что именно с ударов артиллерии начался прорыв блокады Ленинграда и полное освобождение города от вражеской осады. Торжества стартовали утром с марша на Соборной площади. Александр Громов наблюдал. На затянутом подемкой пляже Петропавловской крепости один за другим раздаются оглушительные залпы. Огнем орудий батарея вспахивает заледеневший песок. В полдень пронизывающую пургу разрывает парный выстрел пушек с Нарышкина Бастиона. Только так оглушительно можно провести этот профессиональный праздник. Один из стреляющих – министр обороны Киргизии с супругой Бектыбек Бекболотов, выпускник еще Ленинградского высшего артиллерийского командного училища. Этот город дал мне путевку в жизнь. Воспитание я получил на этой святой земле, на этом святом плацу. Я хочу выразить свою благодарность своим командирам, моим преподавателям, которые вложили в меня знания, любовь к той великой родине. Михайловская академия – единственное в России учебное заведение, которое готовит офицеров-артиллеристов в бравом хоре ее курсантов. Не только голоса молодых людей со всей страны, отдельный расчет военнослужащие из дальнего зарубежья. ПОЕТ Этот день в истории основательно порохом пропах. 80 лет назад залпами 15 тысяч орудий советские войска ознаменовали победоносное контрнаступление под Сталинградом. В 44-м году, 19 ноября, стало днем артиллерии, а позже и ракетных войск. Все направлено на то, чтобы наш род войск еще раз показать зрителям, народу, который придет на данное мероприятие, показать его мощь. Сегодня в специальной военной операции артиллеристы и ракетчики достойно выполняют свой долг воинский. После праздничного салюта у подножья Петропавловской крепости открылась выставка орудий, которые годами ковали военную славу страны. Александр Громов, Александр Яковлев и Александр Макаренко. Новости телеканал Санкт-Петербург. Вековой юбилей сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня рождения выдающегося ученого Юрия Кнорозова. Историк и этнограф внес весомый вклад в изучение Южной Америки. И более того, не выезжая из-за предела Ленинграда, расшифровал сложнейшую письменность Майя. Ранее президент поручил провести памятные мероприятия. Губернатор Александр Беглов подписал указ об установке мемориальной доски на фасаде кунсткамеры, где ученый проработал долгие годы. Как она будет выглядеть, показались сегодня. Кроме того, в Музее антропологии и этнографии состоялось торжественное гашение марки. Как рассказал вице-губернатор Борис Петровский, все это лишь небольшая часть обширной программы празднования юбилея Юрия Кнорозова. В городе проходит большое количество выставок, большое количество конференций, научно-просветительских мероприятий. И я хочу сказать, что это только начало. Это только начало большой работы по выковечиванию памяти, по просветительской деятельности, которая в нашем городе будет проходить, я уверен, очень активно. Мне хотелось бы поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина за издание указа об увековечивании памяти юбилея Юрия Кнорозова, потому что без этого указа, конечно, массы этих мероприятий, скорее всего, не было. И сегодня же в этнографическом музее прошла встреча с ученицей великого дешифровщика, доктором исторических наук Маргаритой Альбедиль. В этом музее ученый работал с 1949 по 1953 годы. К этому этапу и жизни Кнорозова посвящена и отдельная выставка. Подешифровкой он занимался в свободное от работы время и проделал совершенно титаническую работу между делом, собственно говоря, и совершил это открытие на кончике пера буквально, потому что это была эра до компьютеров и даже до хороших пишущих машинок. На фасаде дома номер 10 по Гранитной улице, где в свое время жил великий ученый, открыли другую мемориальную доску. Автором проекта стал художник Вячеслав Бухаев. Мемориальный знак установили при финансовой поддержке партии «Единая Россия». Устойчивый минус – снег и гололед. Такие прогнозы на ближайшие дни дают синоптики. Периодический снегопад будет на протяжении всех выходных. Температура воздуха – минус 2, минус 4 по области. Столбики термометров опустятся до минус 6. Сильный восточный ветер особенно ощутим в прибрежных районах Петербурга. Свои прогнозы у ГИБДД. Нафтоинспекторы готовятся к увеличению аварийности. Особое внимание к съездам с мостов и путепроводов. А также повороты на открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению. Водителям рекомендуется заранее снижать скорость, отказаться от резких маневров и торможений. И смотрите сегодня в 19.00 в программе «Итоги недели» со Светланой Шкиль. Зима со снегопадами пришла в Петербург в среду. Правда, потом быстро передумала. Но в этот раз, говорят, уже точно ненадолго. А что коммунальщики? Коммунальщики должны быть готовы в любой момент. Они, собственно, и готовы. В этом году Петербург будут убирать по-новому с учетом былых ошибок. Что именно изменится и когда? Фальшивое удостоверение сотрудника ФСБ и поддельное постановление на обыск. Такой криминальный спектакль устроили московские похоронщики в городе Неве. Кого лишили миллионов и почему петербургские полицейские самые интеллигентные? Центральное отопление. Сегодня без него невозможно представить ни одну городскую квартиру. А как согревались петербуржцы до его появления. Почему температурный комфорт? Аристократ до того времени закалил бы любого современного обывателя. Из-за чем под домами встроили подвесные дворы? Петербургскую информационную повестку вновь определяют полюса холода. Во-первых, в Антарктиде появился новый аэродром, получивший имя Петербургского футбольного клуба. Ну и во-вторых, из Петербурга практически одномоментно, но разнополярно отправились две важные экспедиции. Расскажем, какой путь пройден в поисках присутствия плюсов на территории вечного минуса. И почему в этом опросе не может быть полярных мнений? Он вернул нам исчезнувшую цивилизацию, не выходя из тесной комнаты ленинградской коммуналки. Он сумел прочесть то, что не смогли прочесть другие. За что ему ставят памятники на другом конце света? И так ли был суров этот загадочный человек с котом на руках? И пока это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. Больше новостей вы найдете на официальном сайте телеканала Санкт-Петербург. Хорошего вечера. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!